Привет, славяне! Сегодня у нас Югославское государство, и первый фокус так и называется «Привет, славяне!». Заценим сегодня путь возвращения к старому бога и славян. Всё для бога, ничего вне бога и ничего против него. Сила через единство и единство через веру. Мы будем возвращать единение славян в этот игровой мир. В том числе с помощью и этой подведки, но война это славянская культура. Ну а играть за Югославию будем. Достаточно интересно моде, в котором много-много-много шизы, но я выбрал путь более-менее адекватный. Если же у вас есть какие-то другие предложения, за кого здесь сыграть, то комменты открыты, напишите. Ну а по ситуации в мире Югославия ощущает себя вроде бы неплохо. У нас есть вассал в лице Фракия, но нас окружает Антанта, объединение британцев, итальянцев, Греция. В том числе Черногория под их контролем, территория, которая когда-то была нашей. С севера у нас Великий Альянс Германия. Социализм здесь крепнет. И мы зажатые со всех сторон пытаемся не просто выжить, а объединить всех славян. Надеюсь, выйдет интересно. Усаживайтесь поудобнее. Желаю приятного просмотра. Выполняем приветствия славян. И да, мод я устанавливаю со стима и ссылку вам тоже даю на стимовскую версию мода. Если у вас вдруг нет стимовской хойки, то можете ее легко приобрести на купикоде. У вас там два варианта есть. Либо просто пополнить свой баланс стима, или же купить себе хойку гифтом. Тут что вам удобнее. При любом варианте вы можете использовать мой промокод Котян и уменьшить свои траты. Тем самым с выгодой приобрести хойку и многие другие игры. В том числе те, которые недоступны в РФ. У них тут есть специальные разделы, где вы можете такие игры приобрести. Без всяких заморочек и сложностей. Просто указывайте ссылку на свой аккаунт стима, нужную сумму пополнения, либо же ту игру, которую хотите. Оплачивайте и радуйте себя новой игрой. Все ссылки и промокод в описании. После приветствия со славянами они конечно же начали внутреннюю разборочку, кто будет следующим лидером. Ну как это, на славянских территориях и не междоусобица то. Выбираем здесь оказались членами секс и действий. Ждем следующий ивент, враг внутри. И здесь мы выбираем он решил рискнуть. И вот она, итоговая мораль истории. Не пускай змей в свой дом. Возвращение к старому. Вот он, Дмитрий Уруля. Убийца лжепророков и набожный сторонник древних прав. Заявляет нам всем во имя короля и бога. Нам как раз открывают нужную подведку. Государственное аскетизм. Воспоминания павших героев. И возрождение славянства. Но наше обменение славян все-таки не идеально вышло. Фракийское восстание. Смотри, Болгария против нас восстала. Придется тогда ответить на их наглый поступок. И захватить. Благо армия наша готова. И славяне отстоят свои территории. Несмотря на все проблемы. Вперед. К победе. Хотел дружить. И думал мирно объединимся. Но вот видишь. Но змея оказалась в нашем альянсе. Спину вдарила. Самый такой опасный момент. Когда мы с вами проводили реформы. Но ничего. Справимся. Все-таки войск у нас больше. Да и вера на нашей стороне. Так что удаляем врага. Наконец-таки финальные котлы. И до победы остается совсем немного. И хоть битва привела к потерям. Но в этом есть свой плюс. Нам сразу же пропустили несколько фокусов. Нам не надо теперь бороться за влияние. На Болгарию. Можем сразу же взять дикую скачку фракийских всадников. И интегрировать все земли фракия под свой контроль. Давайте. А заодно получим новую промышленность. Ресурсы. И опыт от этой битвы. Используем с пользой. Для развития армии. За это время в мире произошло столько всего. В Данциге победили тефтоны. В России очередные гражданки. Развалы. Горгула фону руля. Которые крестьянскую народную республику делают. Правда. Не очень одобрили его поведение. Тут еще одни славяне в Дальнем Востоке. Народно-трудовое управление. В Сибири. Под главенством. Известного вам Андрея. И это не обращая внимания на многие другие страны. Особенно на Бразилию. Посмотрите, что здесь случилось. Бразилия опознала коллапс. Мир веселый. И только мы со своей адекватной идеей мнения славян. Остаемся центром разума в этой шизе. И вот оно. Бог и славяне. Старое королевство и новый король. Восстановили божественный свет. Вот уже королевство Югославия. У нас теперь Павел руля. Один народ, один король, одно государство. Если что, вот такие вот у нас красивые иконочки по данному направлению. Антураж прям соблюден. Все, эта подветка у нас сделана. И теперь открывается подветка вот здесь вот. Будущее Югославии. И уже заранее решено, что мы идем через план сбор. Переговоры с соседними территориями. Будем с Албанией, дипломатией действовать. И пытаться возвращать свои территории. Живем в трудные времена. И стоим перед трудным выбором. Мы не должны просто сидеть и ждать. А надо действовать. И использовать каждую возможность, чтобы укрепиться, расшириться и объединить славян. И куда ж без мечты о величии. Для которого надо будет укрепить границы с Венгрией и с Австрией. Ибо кто знает, отдадут они нам земли мирно или нет. Нападут на нас или еще что-то сделают. Надо подготовиться к худшему. И наша цель на Албанию приводит к битве с Италией. Но Италия уже не в союзниках. И нет, не благодаря нашей дипломатии. А благодаря дипломатии Фиума. Где фокусом одним. За договоры с британцами. Они заставляют их кинуть Италию. Вот так вот. И в итоге теперь Фиума начнет битву с итальянцами. А мы в это время начнем битву за Албанию. И за Черногорию. Вот так вот неожиданно объединимся вместе. С Францией, которая ушла в свои корни и возрождает Галлию. И уничтожим итальянцев. Начинаем битву. Итальянцы заступаются. Ну а мы только рады. Вперед. Давить всех и вся. Идти к победе. Ну и конечно же вносить вклад в этот конфликт. Пока еще Фиума не сражается. Пока еще Галлы не пошли. А вот и все. Да, они тоже теперь напали на Италию. Албанию мы быстро выпиливаем. Забираем все территории под свой контроль. Это национальные земли. Ну и здесь еще очень странная капитуляция. Смотри-ка. Итальянских войск. Так, давай добиваем. Как-то странно здесь выглядит их земля. Последние войска сейчас уничтожаем. Да, мы до сих пор сражаемся с Италией. Можем, кстати, попросить права на проход. И начать атаку с их территорий. Уничтожая Италию дальше. Правда, на удивление, Италия до 60% держится. Воу. Так мы уже, можно сказать, победу одержали. Давай сюда. И с вкладом 44% почти. Победа за нами. Италия капитулирует. Правда, вот грустно, что мир здесь скриптовый. И мы с вами, по сути, несмотря на вклад, почти ничего не получили. Но ладно, пока стерпим эти обиды. А потом припомним. А вот и Австрия сделала правильный выбор. Она отказалась от Словении. Связанная это с тем, что на них напали немцы и венгры. И они такие, ну держи свои территории, главное не нападай на нас. Миллион с лишним человек вернулось в наше государство. Еще одна победа великих славян. А дальше ждем, пока галлы нападут на немцев. После этого сможем новые территории забрать под себя. Немного полезной инфы для вас. Шаблончик, покажу, которым играю. 9 пехоты и легкая ЗСУ. Саперка арта сюда еще в идеале добавить до протур рейнджеров. Именно не отряд коноразведки, а рейнджеров, которые открываются через войска спецназначения вот тут вот. С бонусом как раз на горы. Это мой один из самых любимых шаблонов. И в этой партии я тоже играю через него. Его главный плюс в том, что он дешевый и также имеет броню. Плюсом еще и воздушную атаку, что позволяет даже сражеской авиацией работать и сражаться. Ну а сам танк и его шаблон, вот он, можете посмотреть. Стоит лишь две стали и один хром. Максимум на броню как раз сделан. Но надежность скорость здесь не важна, так как он действует с пехотой. И вот таким шаблончиком я до этого побеждал и дальше тоже буду действовать. Наконец-то французы напали на Галю. Сообщение о том, что мир раскололся на части. А для нас это хорошая новость. Заканчиваем новые пушки и у нас теперь есть возможность взять фокус обеспечить безопасность Адриатики. Давайте. Наши древо фокусов и продвижения очень сильно зависят от мировых держав. И благодаря этому фокусу мы, если что, должны выйти в Византию, получить Константинополь. Вопрос, правда, как на это смотрят Турция и Греция. Ну а еще из интересного. Противостояние Желтороссии и Российской империи. И Желтороссия здесь с классическим либерализмом побеждает. Милюков сделает свою Россию. Открывается у нас решение Мечты о Величии. И за 14 дней мы можем получить завоевание против Италии. Но это достаточно интересный конфликт, учитывая, что разгромите Италию и Галю. Но, видимо, сейчас хороший момент. Напасть на них. Тем самым, пока они отличены на немцев. Но я чуть-чуть хочу поразвлекаться с Грецией. А потом уже пойдем в Италию. Ну и давайте. Возьмем Кориград. Добавляет решение в категорию Наша Дипломатия. Скорее всего, как раз на Грецию и на Турцию. А нет, здесь даже все проще. Здесь освобождение Румеля. Особождение Дакия. Цель у нас как раз на Румынию, как только она тут закончит свою гражданку до конца. И потом уже, владея территориями, сможем получить их национальными и выйти в аннексию на Турцию. А аннексия на Грецию нам давалась бы по этому решению, как только мы разобрались бы с Фиума. Мы чуть-чуть опередили этот этап. Сначала сейчас Грецию победим, а потом уже пойдем драться с Италией. По скриптам у нас Греция замерилась на такие территории. Это теперь наш вассал. Эти земли через время сможем сделать национальными. Ну а сейчас на Фиума полетели. Нападаем. И сразу же врываемся. Наша цель как можно глубже прорваться. Как раз, чтобы нас не задержали в горах. Ну и мы вернули свои нацтерритории. Теперь будем продолжать давить дальше, чтобы победить Италию окончательно. Мы сражаемся с Галами и с Итальянцами. В какой-то степени стали друзьями немцев. Но не переживайте, это ненадолго. И судя по тому, чтобы продвинуться дальше в Румынию, нам надо именно владеть этим регионом. То есть по миру забрать его под себя. Не просто сейчас, как мы контролируем, а именно добраться до мирной конференции. Ну что ж, давайте. Выбора нет. До конца, так до конца. Уничтожим их полностью. Хотя это сло... А, не, подожди, это не сложный противник. От силы 520 дивизий у Италии. Единственное, что сложность доставит, это Галлы. Но все-таки здесь еще и Венгра на нашей стороне, поэтому должно быть легче. Не учитывая, правда, что сюда еще и Швеция влазит, и тут тоже ух. Но это страдать немцам. Главное, чтобы британцы сюда не вмешались. И мы тогда проблем испытывать не будем. В конце января 40-го года уже подбираемся к Риму. Делаем несколько котлов. Шаблон все-таки себя показывает с хорошей стороны. Наши потери всего-навсего в 10 тысяч. В то время, как мы уже итальянцев почти 100 тысяч. Немножко еще Галлов потревожили. И уверенно продолжаем делать еще и еще котлы. Давайте в Месину до победы. И тут Галлов давить. Все. Кстати, Италия капнула. Ух, какая же это красота. Теперь вдарим по Галлам. После того, как уничтожим несколько их дивизий здесь в котлах. Они явно такого не ждут. И тем самым поможем немцам, которые уже капнули почти на 20%. Ух, неплохо их прорвали, смотри, до Дортмунта. Но ничего, славяне спасут Германию. Как бы это странно ни звучало. И хоть здесь и горы, и тяжеловато, но с преимуществом в количестве дивизий, с помощью атак с разных направлений, мы вполне себе уверенно продвигаемся. Сейчас по побережью здесь как раз пройдемся. Горы тоже вон постепенно сейчас прикроем. Красота. Еще и котел организуем. Ух, замечательно. Посмотрите сюда. Кажется, не на это надеялись Галлы. Они хотели немцев уничтожить. Но вот неожиданное вступление. Югославия все их планы подпортила. В этот момент немцы над Австрией победу одержали. И Швейцарию тоже забрали под свой контроль. Да, если что, они до этого сражались еще и здесь. Им было немного тяжеловато. Но теперь им полегче будет. Мы часть войска отлетли сюда. Плюсом они армию освободили. И мы должны начать двигать уже Галлов. И доводить все до победы. Конечно, с большими потерями уже 120 тысяч. Но и здесь 140 тысяч тоже есть. Сейчас самый важный участок преодолеть вот здесь. Вот через реку, где всех сложнее. И потом будет попроще. Все, прорыв Детулулзы. Галлам приходится расширять свой фронт. И благодаря этому у нас все успешно. Давайте попросим право на проход у наших временных союзников. Чтоб наша армия не отвлекалась. И линия фронта не повреждалась. И по поводу вклада, кстати, у нас 42%. Но мне интересно, как будет этот мир. Опять же, скриптовы. Или нам все-таки дадут возможность нормальной мирной конференции. Надеюсь, что все-таки сможем поделить с немцами земли французов. Ну а тут у нас объединение России. Россия лицом к западу. Да, Милюков победил. Ну а мы дожимаем. Последние дни Франции. Она и немецкие территории потеряла. И свои основные от нашей атаки тоже продолжает терять. Ну что, славяне все-таки будут первыми в Париже, в Версале, в Лес-Олее, как здесь называют. Давай, давай, вперед. Немцев даже шансов никаких нет. Видишь, их задержали, а мы продолжаем. Так, Лес-Олея уже рядышком, Версаль тоже. Все, мы взяли столицу Франции. Славяне перуют в Париже. Сейчас еще Версаль надо. И до 10%. Ух, долго они будут сражаться до конца, но ничего. Армии у них уже особых нет. От силы сотни осталось. Мы заставили их потерять 500 тысяч. Сейчас закроем котлы здесь. Шербур тоже давай заберем. В Лиле пробиться и... О, в Льеже оказывается самая интересная территория. Давай туда сразу же. До финалочки. Все. Да, это нормальный мир, где у нас 57% вклада. Начну забирать с Италии. А там уже посмотрим, поделим как-нибудь красиво Францию с немцами. Но, скорее всего, здесь будет скриптовый мир, который сам наведет красоту. А в итоге я забрал и Ирландию, и Галлю, и Италию. Оставил Эфиопию и Сенегал немцам. Пусть хотя бы чему-то радуются. Это, конечно, приведет к конфликту интересов. Но мы внесли основной вклад. И все это теперь наше. Можем теперь освободить Румеля. Аннексию против Греции. Друсное правительство. Национальные территории самое важное здесь получим. И да, у нас теперь будет скриптовый мир с Италией, с Ирландией, с Францией и Карибской Федерацией. Резко, да, так. Югославия. Теперь от Ирландии и до Константинополя. Вот она, сила славян. А в итоге вот такие вот границы. Все это наше. С претензиями. Либо же национальное. Здесь подконтрольная Итальянская империя. Королевство Франция. В Ирландии у нас свободное государство. Ну и в скором времени, как только Румыния победит Трансильванию, мы сможем еще пойти на нее. А потом нам дадут возможность атаковать Турцию. Давайте все территории нужные заберем до конца. И в октябре 40-го, еще до финальных битв, у нас закончились все фокусы. К сожалению, да. Древо Югославии, при том, какое ни возьми, очень короткое. Как вы видите, тут на каждом из политических направлений плюс-минус такое же количество фокусов. Немного скучно, но с другой стороны, чисто такая небольшая региональная история становления Югославии мощной и великой. Правда, единственная из сложности, что надо ждать, пока другие страны что-то реализуют. Например, вот сейчас напасть бы на Румынию. Но нам надо ждать, пока она разберется с Трансильванией. Напасть бы на Турцию, но нам надо ждать, опять же, пока мы разберемся с Румынией. Я, конечно, могу сейчас оправдать и на нее напасть, но это сломает эти решения и не даст нам по пути получить все национальные провинции, что тоже немного неприятно. Наконец-то, в мае 41-го освобождаем Дакию вперед. Румынская федерация провозглашена, но недолго имперовать. Я ждал этого замечательного момента, чтобы вернуть свои национальные земли. А в мире за это время Россия сражается с великим альянсом Междуморья, которое неплохо прорвалось к Петрограду, до Москвы добрались, но их уже отбивают потихонечку. Россия камбэкает. И это несмотря на огромное количество проблем, с которыми ему еще предстоит разобраться. Польша с своим Междуморьем, видимо, не смогла. Ну а мы с вами нападаем. И это будет легкая прогулочка. Нам, конечно, не показывают, сколько войск, опять очередной глюк, но вы видите, как румынская армия уничтожается. Почему мы с французами так долго сражались? А все дело в том, что они из-за пути по кельтам получают 30% баф на атаку и на оборону. И даже с такими бонусами, учитывая, что у нас меньше войск, но благодаря хорошему шаблону мы смогли их выбить и победить. А тут все. Последние территории сейчас забрать. И только недавно объединенная Румыния теперь станет нашей. Забираем все земли. И готовимся теперь возвращать Царьград. Сразу же залетаем. Ну и посмотрите на эту красоту в Измид. Вперед. Все. На тот берег пробрались. Дальше вообще никаких проблем не будет. Константинополь будет нашим. И у нас, если что, 80 дней всего на этот конфликт. Если бы мы не успели быстро их победить, то был бы скриптовый мир. На статусе Коатак мы сейчас все земли заберем, проехавшись по всем турецким территориям. И тут вроде как заявляли о том, что Византию, Югославия хочет восстанавливать. Интересно, она оставит эти земли под собой? Хотя, наверное, нет. Разгрессу тоже сделали вассалами. Так, дожидаемся, да? Судьба Анатолия, судьба Курдистана. Здесь уже выбора нет, нам надо их выделять. Ну давайте. Вот такой вот расклад у нас в итоге финальный, да. Мы получаем с вами только Константинополь, контролируем лишь его, а все остальное наши вассалы. И это, если что, финал. Больше никаких решений, никаких фокусов. Вот она, максимально созданная Югославия. Всем славянам сказали привет. Не хватает на самом деле пути дальше, чтобы прям славянские земли дальше продвигаться. Именно с помощью фокусов, решений и событий. Можно, конечно, все это подпилить самому, но именно геймплейно и по фокусам мы все реализовали. Надеюсь, вам понравилось. Показал мощь славян за местную Югославию. Поддержите лайком, оставляйте комменты, а также идеи и предложения, за кого здесь еще сыграть. Надолго с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok